Всем привет, друзья! Вы на канале SkyTopGames. Это новости касаемо игры Прехисторик Кингдом. В течение пары недель выйдет трейлер для обновления 12 с точной датой выхода. Будем надеяться, что обновление также появится в этом месяце. В прошлом месяце был показан зелёный скин Анки Лазавра. Пришло время показать ещё один. Обладая тёмными полосами и жёлтым корпусом, этот Анки громко и гордо будет отличаться своим поразительным контрастом. Также в игре появятся гигантские полые брёвна, по которым могут лазить мелкие животные и прятаться внутри них. После долгих размышлений разработчиков долгожданный деревенский стиль появится в обновлении 12, вдохновлённый национальными парками США. Этот набор новых сборок в значительной степени использует дерево и экологически чистые материалы для достижения своего международного вида. Взглянув на варианты сборки, в первую очередь найдём состаренные материалы, которые кажутся повидавшими многое. Чтобы идеально передать референсы, деревянные стены получили дополнительную 3D-геометрию, которую не использовали ранее, чтобы они действительно выделялись. Конечно, деревенская тема не была бы полной без украшений. Есть великолепные фигурки из резьбы, по дереву, фонари, указатели и многое другое. В сентябре была проделана большая работа по прототипированию онтогенеза. Добились значительного прогресса в масштабировании анимации и начали плавно переходить от одного животного к другому по мере их роста. Поскольку собираются использовать систему роста в реальном времени, разработчики изучили пропорции костей и увидели, сколько животных смогут изменить в плавных пропорциях без растягивания. К счастью, всё пока выглядит хорошо. Даже с ранними тестами наблюдать за этими неуживчивыми маленькими зверьками, которые ходят и едят рядом со своими взрослыми собратьями, это действительно интересно, как говорят разработчики. Приведены некоторые примеры тихущих стадий роста тираннозавра и трицератопса. У разрабов пока нет альтернативных визуальных составляющих для младенцев, поэтому имейте в виду, что такие вещи, как гребни, неровности, костные пластины будут смягчены и скорректированы. Ещё о изменениях по картам. Добро пожаловать в долину Редвуд, расположенную на западном побережье США. Новая карта появится в обновлении 12. Этот горный регион является домом для разнообразных прибрежных растений. Одними из них являются гигантские знаменитые секвойя. На этой карте с гравийной береговой линией и разнообразным рельефом местности изображены многоуровневые участки равнины со склонами, соединяющими каждая из плата. Подходящая среда обитания для многих североамериканских динозавров. Хотя всё ещё дорабатывается планировка и густота леса, мы можем получить приблизительное представление о том, как это место будет выглядеть. Сам прибрежный биом также обновляется новыми деревьями, улучшенным подлеском и дополнительной флорой, такой как ландыш и рододендром. Поскольку в настоящее время это один из старейших биомов в игре, обновление будет довольно преобразующим. Палец вверх, подписка на канал и ждём выхода обновления. Палец вверх, подписка на канал и ждём выхода обновления.